Всем привет! И сегодня видео с серии о моем земельном участке сельскохозяйственного назначения в Испании. О том, как происходит его осваивание, какие работы ведутся. Ну и в целом немного о землях сельхозназначения и все, что с этим связано применительно к Испании. Как и всегда в форме дневника я веду повествование. Кто не был, не видел, присоединяйтесь. Ну и всем желаю приятного просмотра. Посмотрим, что творилось на нем в последнее время. Поехали! Ну вначале я вам сниму немного, покажу место, где можно купить саженцы в Испании. Часто возникают вопросы. Много этого и в различных магазинах, где продается сельхозинвентарь. Ну а в сезон продаются саженцы. Но есть именно вот специальные, такие большие площадки. Биберос или Биберо, если он один. Но сейчас уже июнь месяц и, соответственно, саженцев там нет. Я вот подходил, посмотрел. В общем-то, надо переговорить было насчет будущего. Там некоторые моменты меня интересуют. Это, в частности, человек помогал мне заложить сад сидоровый, который у меня на участке растет. Ну вот. Сейчас я вам покажу касательно написания, чтобы вы могли найти на картах их. Вот здесь одно из сельхозхозяйств. Ну а перед ним указатель как раз-таки на то место, где мы сейчас были. Биберос, можете поискать по картам. Как правило, ну по крайней мере уж в Астурии, я думаю, примерно в каждом районе такие ребята есть, которые занимаются этим профессионально. В случае, если каких-то саженцев нет, то их вполне могут доставить. Ну это вот было короткое отступление. Ну а теперь давайте перемещаться на мой земельный участок. 25 мая. Видите? Весна в разгаре, ближе к лету. Ну как раз вот этот период, когда все активно растет. Ну и кто следит за роликами с участка постоянно, знает, что на вот этом промежутке у меня ежегодно борьба с папоротником. То есть я прошел, если вы посмотрите прошлое видео, туда-вперед, уже полностью обошелся в борьбе с ежевикой. Ну вот здесь получается сегодня надо будет вернуться и попробовать, насколько возможно, побеждать папоротник. Ну а вначале немножко пройдем, покажу, что интересно. Яблочки для сидра цветут. Пчела летает по цветкам. Персик растет понемногу. А это яблочки для стола. Вот. Видите? Растут уже. Сидровые это позже, они цветут позже. И собирать урожай приблизительно конец октября, ноябрь месяц. А эти пораньше. Ну и вот уже вечереет. Закончил я на сегодня работу. Видите, весьма объемно получилось. Трава подсохнет. Срезанная будет видно лучше. Ну, в общем, после того, как я очистил эту часть участка полностью, то проходиться, естественно, легче. Алды, я думаю, помнят или могут посмотреть, где я серпом, так скажем, орудовал. Ну и, естественно, триммером гораздо-гораздо проще. Особенно, когда расчищено, видите, ну весьма так. Серьезно, я бы сказал. За сегодня прошелся. Вот. Ну и если в таком же темпе, то в следующий раз вот закончу, где этот участок, где как раз-таки каждую весну и растет папоротник. Ну что ж, увидимся с вами в следующем дне. Первое июня. Вот сегодня в планах добить папоротник вот этот. Посмотрим, как получится. В конце покажу. Ну и вот сегодняшние итоги. Вот здесь именно папоротник, что есть, прошел до конца, до той части, где он уже не распространяется. И здесь вот, видите, тоже вот осталась вот эта вот часть. Вот эта часть. Вот. Немного дальше продвинулся. В целом в расчистке участка. Ну вот осталась вот эта вот часть. В следующий раз, я думаю, ее добил. Вон. Потом он-то. Вон там дальше. Вот видите, это вот новую часть расчистил. Ну и вот так хочу пройти к деревьям, которые зарастают. И уже сделать, чтобы их расчистить. Ну посмотрим, если получится, в принципе. Ну а потом уже дочищать где-то вот по окраинам участка. То есть сейчас задача добить деревья где. Вот, например, серьезно будет. Ну, в общем-то. В общем-то так. До встречи в следующем дне. 2 июня. Ну и сейчас буду продолжать. Как и говорил до этого, вот надо завершать с папоротником. И там выше. Ну вот, все удачно прошло. Поработал. В принципе, с папоротником закончено. В этом году. Ну, может где-то вырасти. В небольшом. Там несколько штук. Ну, тоже по ходу дела. Но в целом массово сделано все. Вот, видите, и там покошенный лежит, подсохнет. Будет лучше видно. И вот здесь, видите, помимо борьбы с папоротником, еще рассвободил деревья. Вот, видите, осталось, в принципе, не так уж и много. Вот. В ежевике пара этих мест, где она со сосредоточением, но небольших уже. Вот здесь сегодня с ней тоже боролся. Вот здесь. И видите, да? Вот дерево освободил. И... Не сперро. Не сперро. Шелковица или же тутовник. Вот он. Скоро будет уже. Ну и... Вот он. Не сперро. Такие вот дела. Ну что ж. Будем продолжать дальше. Но, тем не менее, вот видите, как оно уже хорошо. Хорошо. Поехали. Продолжение следует...